Радио Болткома Ну что, поехали, махнули рукой. Олег Пекай, Владимир Веселов, с вами. Программа «Синема» начинает. Всем привет. Да, всем привет. Ну что, какие у нас будут сегодня планы, как построим эфир? У нас юбилей. Приглашены мы, можно сказать, 80-летие Харрисона Форда. Хотелось как-то отметить, поздравить любимого актера. Ну, это не возбраняется, отметим, конечно, его достижения и прочее. Но, наверное, просто надо начать с премьеров в кинотеатре. Тем более, что их немного опять, они не очень внятные, потому что там правят несколько блокбастеров предыдущих. Это «Миньоны», это «Тор» очередной и «Топган». Они там делают кассу. Я посмотрел, что сеансы практически все отданы им на откуп. Ну, «Миньонов» опять же, там миллион сеансов, потому что дети, родители тащат. Ну, в общем, там эти фильмы зарабатывают. Две премьеры, которые я, по крайней мере, видел, это такие более драматические фильмы, рассчитанные на не такую широкую аудиторию. Я не знаю, видел ли ты что-нибудь из них и можешь ли что-нибудь сказать про эти два фильма. — Нет, ничего не видел, если честно. Я даже как-то не обратил внимания. Точку кипения, ты имеешь в виду, и вот эти супергерои, да? — Да, да. Ну, там какие-то драматические истории. Очевидно, что раз ни ты, ни я не знаем, что за фильмы, ну, не показатель того, что это фильмы плохие, но очевидно, что это не блокбастеры. И, возможно, просто для своей аудитории, которая знает, что это за кино, которое видело трейлеры, а мы даже не посмотрели. Вот тут нам и позор. — Да-да-да. Ну, зато вот я просто хочу сказать, что «Кинокулц» продолжает нас радовать. Тут прямо, во-первых, «Дюнкерк» можно будет посмотреть на большом экране, пересмотреть. — Там такая ретроспектива Кристофера Нолана, в общем, я смотрю. — Идет, да, «Интерстеллар» практически. Вот если «Дюнкерк» не так давно, но относительно недавно, но «Интерстеллар» уже, можно сказать, такая живая классика. «Интерстеллар» и «От заката до рассвета» можно будет тоже вспомнить классику. — Это Родригес, да, это уже классика трэш-ужасов, которые я... А я даже не помню, смотрел ли я его на большом экране или не смотрел. Наверное, он выходил у нас на большом экране когда-то очень-очень давно. Сейчас уже память меня подводит. — Ну, просто я боюсь, что не выходил, потому что тогда кинопрокат вот еле-еле только начинал вообще, по-моему, работать. Более-менее... Ну, это же 96-й год. Я помню, что вообще «Смиссис Даутфайр» — это был первый фильм, который был официально показан в хорошем качестве. Вот на киноэкранах это был вот такой точка отчета, начало возврата кино в нормальные кинотеатры, потому что до этого показывали все с проекторов, в видео какие-то кассеты пиратские. То есть это было что-то жуткое. — Да. Сейчас уже трудно это такое представить, но было такое. — Между тем, вот в Америке объявили номинации на главную телевизионную награду, премию «Эмми». И вот если говорить о тех сериалах, которые получили больше всего номинации, это «Наследники», «Белый лотос», «Тед Лассо» по 20 номинаций, «Убийство в одном здании» 17 номинаций. И все ругаются, почему Селеночку Гомес обидели, вот там Стиву Мартину дали, Мартину Шорту дали, а вот этому не дала, как говорится. Вот Селена Гомес, как будто бы ее так щелкнули по носу. — Опять шовинизм мужской. — Ну или там то, что певичка, боже мой, там пролезала, попыталась пролезть в актрисы. Играф Кальмара получил 14, это самое большое количество номинаций не англоязычного шоу за всю историю премии «Эмми». — Это я, честно говоря, вообще не понимаю, да простят меня фанаты этого сериала, я его даже посмотрел, но это было, честно говоря, ужасно. Ну не ужасно, на самом деле, но я не увидел ничего того, ради чего стоило поднимать такой шум и ажиотаж, что подняло этот сериал на такую высоту зрительской любви. Для меня это было непонятно, потому что из сколько там, восьми-десяти серий, по мне так шесть происходило вообще непонятно что, как минимум. То есть большая часть фильма вообще непонятно, что происходило. Действие какое-то было в нескольких сериях, но оно было достаточно... То есть сюжет не сказать, чтобы очень оригинален, и почему вот это все так вот закрутилось, и фанатеют по всему миру, и уже второй сезон готовят. И мало того, я хотел просто еще, ну раз уже об этом заговорили, читал, что Netflix, сам Netflix организует реалити-шоу на основе этого фильма. То есть все в реальной будут точно так же сражаться. Ну единственное, что, конечно, убивать, наверное, никого все-таки не будут, как в фильме. Вот, но будут состязаться за то же за миллионы, сколько там, ну вот сколько по сюжету фильма, я не помню, там 200 с чем-то, сколько-то там миллионов. Или я не помню точные суммы, но факт тот, что вот сколько в фильме было людей, столько будут набирать добровольцев, и разные конкурсы, и, соответственно, кто останется последний, получит эти деньги. Ну то есть ажиотаж по всему миру огромный, а я не понимаю, почему. Ну вот так бывает, честно говоря, когда кажется, что... Ну, видишь, я боюсь, что это был действительно какой-то такой проект пиар-компании, который раскрутило, и люди просто бросались смотреть его, потому что, ну раз все говорят, что это что-то невероятное, надо посмотреть. А потом, знаешь, вот эта ситуация... Вот сегодня, кстати, отмечается день рождения художника Монзони, который там продавал свои экскременты запечатанными. Так, по-моему, у него это было. Он устраивал выставку, где ничего не было, просто люди заходили, там пустой зал. И вот когда они выходили, они боялись признаться, что их надурили, и там, ну, те, кто стоит в очереди, говорят, ну что там. Ну, это невозможно описать. Вы сами увидите, вы поймете, когда вот попадет. Это, ну, это слова тут бессильны, там. И люди там выстраивались в километровую очередь, чтобы попасть в этот зал, зайти, увидеть пустую комнату, и выйти, чувствуя себе, может быть, я что-то не понял, может быть, в этом гениальный замысел, может быть, я такой тупый, мне стыдно признаться, что я такой тупой, я, наверное, лучше скажу, что это гениально, чтобы быть со всеми, ну, как бы на одной волне. Работают, работают. Ну, видимо, да, в этом что-то есть. Ну, хотя странно не сказать, что южнокорейские пиарщики могли что-то такое устроить, что... Нет, я думаю, что Netflix просто... ...потрясал весь мир. Может быть, скорее всего, просто купив этот сериал Netflix, решил уже, ну, выжать по максимуму, что можно сделать. Потому что я свою десятилетнюю дочь отгонял от телевизора, чтобы она... Потому что ей в школе сказали, что это очень крутой сериал, она очень хотела его посмотреть. Но я сказал, ты знаешь, там не слишком детские сцены, поэтому ничего у тебя не получится. Очень она расстроилась. Ну, и говоря вот про другие, значит, ну, результаты вот этих номинаций, все возмущались тем, что мимо кассы прошли вот Yellowstone и продолжение 1883, то есть проигнорировали, сказали, что, в общем, какая-то несправедливость творится, что этот сериал регулярно, ну, просто игнорируется премией Эмми. И очень даже было обидно за сериал Offer, предложение, вот, которое я тоже начал смотреть, которое мне очень понравилось, про историю съемок «Крестного отца». И многие говорили, что вот, ну, Мэтью Гуди, актер, который сыграл вот одну из главных ролей, там, продюсера Роберта Эванса, который, ну, руководит компанией Universal. Вот это очень яркие же, сильные роли, яркие перформансы и сам сюжет. На самом деле сериал, вот, опять же, вот, то есть, парадокс, невнятная игра кальмаров, только потому, что, видимо, она такая получилась, ну, популярная, вот ее номинируют. А отличный сериал, интересный, действительно, исторический и с интересными ролями характерными пролетает. Ну, я рад только, я, на самом деле, небольшой смотритель сериалов, мало что из этого видел. Единственное, я рад за Теда Лассо, потому что я его смотрел, и, действительно, это хороший сериал в том плане, что, ну, я уже как-то говорил, по-моему, что он жутко положительный. Если в наши тяжелые времена хочется вот чего-то такого вот душеподнимающего, так скажем, то вот этот сериал просто отличный, после него хочется улыбаться и радоваться жизни, потому что, на самом деле, обычно, ну, сериалы, они основаны на какой-то драматической, как правило, там есть какая-нибудь драматическая составляющая, кто-нибудь умирает там, или еще что-нибудь, ну, вот сюжет крутится вокруг этого. А в Теде Лассо, наоборот, все очень положительно, все радуются, смеются, и, в принципе, куча смешных моментов. Поэтому, если вдруг вот хочется чего-то такого, то я настоятельно рекомендую и рад, что он опять номинирован. Ну, и ты знаешь, вот мы, получается, что мы как будто бы идем против течения, ну, вот говорим о том, что вот как обидно, что фильм, что сериал, который не получил номинации, именно нам очень понравился, а здесь как будто бы те сериалы, которые получили кучу номинаций, они, ну, что называется, не зашли, или кажется, ну, каким-то непонятно, почему такой шум. Так вот, попал в центр скандала Микки Рурк, который прокатился, так, катком по Тому Крузу. Тому Крузу. Вот дело в том, что сейчас недавно Микки Рурк появился на шоу «Пьерс Морган ансенсор», ну, без цензуры Пьерс Морган, и его спросили о том успехе фильма «Топ Ган», вот продолжение «Топ Гана», и Микки Рурк сказал, говорит, я не понимаю, Том Круз играет одну и ту же роль 35 чертовых лет. Я, говорит, меня волнует, когда я вижу на экране работы Аль Пачина или Кристофера Окина, или ранние работы Роберта Де Ниро, Ричарда Харриса. Вот, говорит, я хочу быть похожим на этих парней. Ну, и дальше он говорит, что, ну, его спрашивают, Микки Рурк, по-вашему, плохой актер? Ведь, по-моему, он не напрягал актерские мышцы на протяжении последних трех десятилетий. Я считаю, что он не актуален. Ну, вот, достаточно жестко, но, с другой стороны, трудно поспорить. Возможно, что-то в этом есть, если так задуматься, наверное. Том Круз прямо шекспировские страсти никогда не играл, и никакой-то там драматизма на его лице не было. Но в то же время, вот, как мы в прошлый раз говорили, его фильмы регулярно собирают большую кассу, и люди любят этого актера. Ну, что ж. Ну, и тут же можно вспомнить, а судьи кто? Кто Микки Рурк, собственно говоря? Он, конечно, замечательный, мы его все любим, но не сказать, что он сам прям такой супердраматический актер с огромной палитрой, понимаешь, актерского таланта. Ну, да, хотя, конечно, вот, ну, про эти мышцы, актерские лица, после того, как он перекололся ботоксом, конечно, это ему могут припомнить. Но ты знаешь, с другой стороны, была у Гафта прекрасная эпиграмма, всегда играет одинаково, актриса Лия Хиджакова. И вот мне кажется, что к Тому Крузу она относится тоже, конечно, очень-очень сильно, потому что у Том Круз ощущение, что играет одну и ту же роль на протяжении вот всей своей, даже, я бы сказал, всей своей жизни. Ну, кроме, может быть, рожденной 4 июля. Да, ну, с другой стороны, то есть это может быть и минусом, с другой стороны, это может быть и плюсом. Если человек нашел себя, вот именно этой роли, и понял, что эта роль... Ну, да, Чаплин, Чаплин играл всю свою жизнь тоже одну и ту же роль. Да, как в анекдоте, молодые еще ищут, а он уже нашел. Вот Том Круз нашел тот образ, который нравится аудитории, который у него хорошо получается. Он его играет. Ну, замечательно. Возможно, если аудитория... Аудитория, то есть, собственно говоря, потребитель. Ну, если мы говорим о кино как продукт, есть потребитель, это мы, вот, зрители. Если мы присытимся этим образом и действительно скажем, да, нам надоело смотреть на Тома Круза, как он играет, это тоже, и перестанем ходить на его фильмы, возможно, Том Круз почешет свою лысеющую, наверное, голову уже где-то и скажет, да, наверное, мне пора переходить к чему-то другому. Ну, собственно говоря, на самом деле ему уже скоро и придется переходить, потому что мы недавно говорили, что он отметил 60-летний юбилей, и по большому счету, ну, не будет же он до 70 играть суперагентов, прыгающих с самолета на вертолеты. Наверное, скоро ему придется как-то что-то менять в своем репертуаре, так или иначе. И тогда, возможно, мы узнаем, действительно ли у него есть там многогранный ли он талант или король-то голый, как говорится. Посмотрим пока. Ну, вот пришли еще интересные новости о том, что собираются снимать боепик про Эми Уайнхаус. Уже были и про Уитни Хьюстон, и про группу Квин, и про Элтона Джона. То есть сейчас стало очень модным брать популярных музыкантов, рассказывать о их жизни, хотя на самом деле кажется, что это один и тот же сюжет. Но понятно, что будет обязательно вот молодой, талантливый, пытается пробиться. Трудные взлеты, успех, потом упадение. Потом собирается силами и снова возвращается. Ну, то есть вот все как будто бы вот эта вот вся схема, она прямо вот перед глазами. Ну, тем более, что Эми Уайнхаус, конечно, самая такая, пожалуй, ну, тяжелая судьба биографическая, потому что у нее действительно были эти падения драматические, она очень много была зависима от алкоголя и наркотиков, но говорят, что режиссером станет Сэм Тейлор Джонсон, который снял стать Джоном Ленноном с одной стороны, а с другой стороны 50 оттенков серого. И тут как бы вот пойми, вот получится, не получится. Почему нет? Аудитория, наверное... Ну, нет, на самом деле, я, допустим, не очень хорошо знаю эту певицу, честно говоря. Ну, вернее, я читал в тот момент, когда вот она погибла, я об этом читал, но, в принципе, песен ее не слушал. Ну, и что я могу сказать? Я могу сказать, что боепики, это, в общем-то, всегда интересно. Если ты, допустим, если ты фанат был Эми Уайнхаус, тебе будет интересно просто посмотреть. Если ты не был фанатом, будет интересно узнать, кто это и что это. Ну, тут просто надо еще, так скажем, закладывать в голове о том, что не все боепики прямо 100% правдивы. Вот. Ну, вот в России, например, тоже снимают боепики. Был вот сейчас как раз Шатунов умер, и все вспомнили, что в свое время был снят фильм про Ласковый май, который не пользовался огромной популярностью, но сейчас о нем опять вспомнили, про феноменальный успех группы. А сейчас вот я видел, начались съемки сериала, по-моему, про группу Король и Шут, такую вот популярную панк-рок. То есть неожиданный такой выбор достаточно, то есть при том, при всем, что есть масса каких-то более культовых фигур, вот выбрали группу Король и Шут, панк-рок-группу из Питера, по-моему. И вот сейчас появились фотографии актеров в гриме, очень похожие фанаты там возликовали, потому что им интересно, что, собственно говоря, покажут. Поэтому, мне кажется, боепик – это в любом случае замечательно, надо только, соответственно, посмотреть, насколько он будет качественный. Ну, вот я сразу вспоминаю, что именно Кит Ричардс из «Роллинг Стоунс», как раз, когда его спрашивали, кого из нынешних артистов он бы заметил, это было, ну, лет 10, может быть, все-таки, конечно, уже назад, он именно называл Эми Вайнхаус и говорил, что она настоящая. Ну, потому что она, в самом деле, как и Билли Холидей, она вот не играла на сцене, она была очень искренней, резкой, и многим это не нравилось. Вот. И еще очень интересное, ну, новостейшечка пришла о том, что завершили реставрацию кинокомедии «Невероятные приключения итальянцев в России». И оцифровали полностью изображение и звук, и это был достаточно очень большой труд, потому что переносили это на цифровой носитель, и каждый кадрик буквально, вот, полировали и цвет, и цветокорректировку. И сейчас можно посмотреть, по-моему, получается, что бесплатно на официальном YouTube-канале Мосфильма доступно. Это одна из, все-таки, комедий Эльдара Рязанова, и, как ни странно, Эльдара Рязанова вспоминают больше, ну, именно вот «Ирония судьбы», «Служебный роман», может быть, там какие-то самые ранние фильмы «Карнавальная ночь», а вот этот фильм, как будто бы он стоит в стороне, его не часто так вот вспоминают, а между тем, вот, я даже готовил материал о том, как снималась эта картина, и получилось ведь, я читал и в мемуарах Эльдара Рязанова, что просто итальянцы задолжали денег после съемок «Войны и мир», «Одино де Лаурентис», и не хотел отдавать это живыми деньгами, предложил вложиться, сделать совместную постановку. И тогда стали просить, значит, ну, Рязанова написать сценарий, и он написал сценарий какой-то, это была лирическая комедия, вот в духе, ну, я не знаю, «Иронии судьбы» и что-то, хотя это было до, по-моему, «Иронии судьбы» в 73-м году, про любовь милиционера и итальянской туристки. И когда предложили Лаурентису, тот раскритиковал, сказал, что за ерунда, да кто сейчас на это все эти лирические, нужно экшен, 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 давайте, и тогда взбеленился Рязанов, и он уже решил, ах так, ну, я вам сейчас покажу. Вот хотите, посадка самолета на шоссе, прямо, значит, с движущимися машинами, а вот здесь живой тигр, который сбегает из клетки, которого нужно будет там ловить по всему городу, а вот здесь взорвем здание, а здесь будет погоня автомобилей, то есть он начал, нашпиговал картину таким количеством трюков, просто, ну, вот я понимаю, что это его укололо самолюбие, что потом воплотить все вот эти идеи было невероятно сложно, и, кстати, говорят, что итальянцы, они поскупились на актеров, поскольку все-таки вот с советской стороны были Евстигнеев, Миронов, Аросьева, там были, ну, все топовые актеры, они взяли достаточно актеров, ну, не то чтобы там совсем проходных, но они не были так популярны и известны, то есть я забыл эту девушку, ну, итальянскую главную актрису, но она, простите, была в эротических комедиях, она была дублершей Арнелла Мути в самых, ну, таких бесстыдных кадрах итальянского кино. Слава богу, что это там, потом вы говорите, что, слава богу, что не знали вот цензоры Мосфильма, что кто там подписался, а один из этих вот этот кучерявый итальянец, который был очень комичный, смешной, он был вообще любовником Пазолини, ну, снимался во всех его фильмах, но они были вот, ну, любовниками, и тоже говорят, слава богу, что не знали всех этих тонкостей итальянского кино, потому что тогда бы там был бы наверняка, ну, большой скандал, вот, и итальянцы ужасно боялись сниматься во всех этих трюковых сценах, а Миронов показывал высший класс, потому что он сам перелезал с пожарной машины на мчащиеся на большой скорости москвич, то есть это было вообще, ну, такие трюки с риском для жизни. С шестого этажа на ковре спускался на руках, вот, самостоятельно. — Задолго до Тома Круза... — Да-да-да, можно сказать, что задолго до Тома Круза он выполнял все трюки абсолютно сам, и даже висел на разводном мосту, то есть там тоже вот он на руках висел, и это снималось там, в общем, ну, я не знаю, как это они там его страховали, но это реально было с риском для жизни. Вот, так что эта картина невероятно интересная про поиски сокровищ. — А какой-нибудь не вошедшие сцены будут? — Ничего не говорят, нет. А Антони... — Вот как? — Антонио Сантили, вот я вспомнил, как зовут эту итальянскую актрису, и самое интересное, что после этого фильма ее очаровал какой-то миллионер итальянский, причем она летела в самолете, он сказал, что он увидел ее в фильме, вот именно в Рязановском, и что он в нее влюбился, она ответила ему на предложение и ушла из кино, то есть она посвятила себя семье, больше она в кино не снималась. Вот такая прямо вот у нее было завершение кинокарьеры, но она ничуть, я думаю, не жалела, потому что она живет припевая, она жива до сих пор, у нее там куча детей, внуков, но с миллионером она там чувствует себя припеваючи. Ну вот, замечательная история. Единственное, что обычно, когда вот запускают какие-то фильмы, мы привыкли, что там либо есть какие-то вытянные сцены, либо еще что-то, а тут просто оцифровали, ну хорошо, конечно. Сейчас, правда, в России, я думал, ты скажешь, что его выпустят повторный прокат, потому что сейчас там в России, конечно, очень плохо с прокатом, и поэтому они выпускают все, собственно говоря, что было когда-либо, то есть периодически появляются новости, что из какого-то Нафталина достают уже там давно забытые хиты, конечно, вот, и запускают их в кинотеатрах, но это не очень помогает, и вот недавно я читал, что прям от министра культуры, по-моему, российского, поступило такое предложение неоднозначное, которое, ну вот, образно говоря, он предложил просто воровство, ну, такое полуворовство голливудских фильмов, то есть схема, я не очень там не все понял, но примерно, я так понимаю, схема такова, что каким-то образом просто воруются фильмы, показываются их в российских кинотеатрах, при этом деньги, которые обычно должны были бы кинотеатры платить за эти фильмы, откладываются на специальный счет, и если и когда кинокомпании западные запросят эти деньги, их отдадут, а если не запросят, то и не отдадут, вот как бы, и это как бы предложение поступило, собственно говоря, от министра культуры, то есть, ну, такое, так себе как бы вариант, ну, возможно, они уже находятся на таком достаточно... А ты знаешь, я разговаривал с российским кинокритиком, с Александром Колбовским, тоже очень уважаемым, замечательным кинокритиком, который тоже с грустью именно говорил о том, что творится сейчас очень тяжелая ситуация, что очень многие кинотеатры, киносети вынуждены закрываться, потому что, ну, нечего показывать, и зрители не идут, и, конечно, еще вот более такой тяжелый момент, это отлучение российского кинематографа вообще от любых фестивалей, то есть, ну, может быть, еще где-то в Китае или в Монголии или где-то там, не знаю, в азиатских странах, там не бойкот этот не соблюдается, но вот как на московский, говорит, что сейчас объявлена как какая-то предварительная программа московского кинофестиваля, и лозунг такой, открываем новые горизонты, то есть кинематограф Африки, там еще как-то, потому что, ну, понятно, что ни один, ни европейский, ни американский прокатчик, там продюсер не приедет, потому что для него это будет смерть, ну, то есть сразу его в черный список внесут. Ну, и таким образом, конечно, он говорит, что это очень тяжелая ситуация, потому что чувствуется изолированность такая. Да, ну, вот для них специально нигерийское кино можно открыть. На самом деле, мало кто знает, но больше всего фильма выпускает даже не Болливуд, так называемый индийский, а нигерийское кинопроизводство выпускает больше всего фильма. Просто это фильмы такого качества, что, ну, очень смешно, если можно найти на Ютубе, но количество у них зашкаливает, так что, в принципе, теоретически там можно где покопаться, возможно, что-нибудь там можно найти. Вот, что еще? А я хотел сказать, вот, кстати, вспомнил о Болливуде и вспомнил, что появился трейлер фильма индийского ремейка Форест Гамп. Да, то есть индийцы, конечно, они славятся тем, что они берут все, что вот плохо лежит, и в свое время люди открыли для себя индийский ремейк Иронии Судьбы и очень радовались все этому факту, потому что того же Рязанова спросили, он сказал, что он ни сном, ни духом вообще об этом не знал. Вот фильм назывался Я люблю Нью-Йорк почему-то, хотя это индийский фильм. Ну вот, и теперь, значит, индийцы дотянулись до классики Голливуда и сняли, пересняли Фореста Гампа. Вот все, трейлер появился, там все один в один, прям вот такой же чудак, только в сикском этом тюрбане, видимо, он там сик какой-то, соответственно, и там, ну, то есть все сюжетные перипетии в трейлере, по крайней мере, показаны идеально, все совпадает, то есть фанатов Тома Хэнкса, например, ждет, видимо, тоже занятное зрелище вскоре. Катарсис. Ну вот, а индийцы, конечно, я жду, потому что несколько лет назад появился постер индийского Рэмбо, и он так и назывался, Рэмбо прямо, и там очень фактурный индийц с гранатометом, но почему-то вот его начали снимать и бросили, я все надеялся, что я его посмотрю, было бы очень интересно. Да, ты знаешь, я видел очень смешной рассказ о том, что, господи, запах женщины, который являлся, в свою очередь, ремейком итальянского же фильма, Perfume de Donna, а сняли в Египте, сняли в Египте ремейк, и, значит, начало, ну, где-то до середины фильма все идет абсолютно так же, там, слепой полковник, которого молодой человек помогает там обрести, а он живет в доме престарелых, единственное, значит, там, что молодой человек его там забирает, там, у них какое-то вместе происходят какие-то, ну, начинается дружба, но с середины фильма вдруг появляются террористы, которые, значит, собираются что-то, совершить убийство какого-то политического деятеля, и слепой полковник, короче, вытаскивает саблю из ножен, и дальше начинается вот такая уже скорее с Рутгером Хауэром слепая ярость, я бы сказал, такой гибрид двух фильмов о слепых, он там начинает уже орудовать этими всеми шашками и рубит в куски всех террористов. Ну, в общем, да, вот, то есть, можно покопаться, найти очень интересное. Я думаю, что, да, им, очевидно, стало скучновато, я понимаю, что, ну, что же такое, два часа смотреть там на, надо же какого-то экшена добавить, чтобы как-то поострее это все смотрелось. Улучшили. Я в свое время интересовался, и, допустим, в Индии есть ремейки, ну, не ремейки, так скажем, похожие фильмы на Фредди, и Крюгера у них есть, и Анно у них есть варианты. Есть еще тоже индийский вариант «Крестного отца» того же, вот с этой знаменитой сценой, где он там с котиком решает все проблемы. Вот, и есть ремейк фильма «Большой», где мальчик превращается во взрослого там. Вот, и говоря об этом, как раз хочется сказать, что на днях Тому Хэнксу исполнилось 66 лет, по-моему, если не ошибаюсь. Все по этому поводу его жутко поздравляли, потому что действительно достойный актер, и если мы говорили о Томе Крузе, о том, что вот у него там небогатая палитра драматического таланта, так скажем, то о Томе Хэнксе, мне кажется, этого сказать как раз нельзя, вот, потому что все-таки у него роли более... Ну, в экшенах он так прямо не замешан, и у него роли более серьезные и драматические, и в принципе он один из, по-моему, из двух актеров, который получил Оскар два года, ну, получал Оскар два года подряд. Спенсер Трейси в 30-х годах, да, и он. Да, то есть он получил за Филадельфию, потом за Фореста Гампа, вот. И, как бы, сейчас, конечно, он так активно не снимается, Том Хэнкс, но все-таки старается, и все фильмы, как бы... Ну, мне кажется, вот он тоже из тех, категории тех актеров, когда ты видишь, что в фильме снимался Том Хэнкс, ты понимаешь, что этот фильм будет хороший, при том, при всем, что это не будет какой-то экшен, скорее всего, но это будет какая-то интересная история с хорошей актерской игрой, как минимум. Ну, и если... Еще просто один у нас большой юбилей, это именно сегодня, сегодня исполняется 80 лет Харрисону Форду, который, ну, вот он не получил ни одного Оскара, и у него всего одна номинация, по-моему, за фильм «Свидетель», а тем не менее, наверное, он является рекордсменом по сборам, вот фильмы с участием Харрисона Форда собрали примерно 9... Значит, сейчас я боюсь соврать, 5 миллиардов в Америке и 9 миллиардов долларов по всему миру. То есть это, в принципе, считается... О том Хэнса примерно что-то такое насчет, что его суммарный сбор его фильмов 8 миллиардов. Я, правда, не знаю, это в Америке или это всего... Ну, я думаю, по всему миру, да, тоже. Потому что у Харрисона Форда это все-таки «Звездные войны», и франшиза, и, конечно же, «Индиана Джонс», такие самые, такие, ну, кассовые, потому что остальные фильмы, я не думаю, что они смогли бы приблизиться. Но, если говорить про Харрисона Форда, очень интересная действительно у него судьба, ведь он очень долго шел к успеху, он был безработным актером, и он самостоятельно по книжкам изучил плотницкое мастерство для того, чтобы просто прожить, выжить. И любопытно, что он стал плотником и работать, стал обслуживать продюсеров знаменитостей вот в Голливуде, но не только. Я вот с удивлением узнал, что он был плотником у группы Дорс, то есть он им обустраивал сцену для выступлений. И еще, по-моему, он был плотником и обустроил студию бразильского музыканта Серджо Мендеса, того самого, который вот Машкинада, все эти знаменитые песни. Ну, и интересно, что вот он таким образом доплотничался до того, что сделал у Фрэнсиса Форда Копполы и Джорджа Лукаса оборудовал дома. И вот он сумел заинтересовать Джорджа Лукаса собой, и он приходил, говорят, на пробы, действительно, вот чуть ли не в таком рабочем наряде, намекая, что если ты меня не возьмешь, я с голоду не пропаду, я все равно вернусь к плотницкому мастерству. и когда его взяли, вот, ну, практически вот получился сразу такой взлет на главную роль в фильме 77-го года, но ведь никто же не думал, что это будет блокбастер-блокбастер, его же снимали тогда вообще без надежды на успех, то есть проходное космическое кино, космическое кино вообще не пользовалось успехом, сборы не делало, и это была вот вдруг, так выстрелила эта сказка, чемпион по кассовым сборам, и вот интересный факт, что из трех главных актеров это Кэрри Фишер, вот этот Марк Хэмилл, Марк Хэмилл, и Харрисон Форд, именно Харрисон Форд стал звездой, вот из них троих, хотя казалось, ну, у всех были равные шансы, и все они, трое были такими большими звездами, и мне кажется, что здесь все-таки сыграл больше все-таки роль Стивен Спилберг, который именно после Индианы Джонса все-таки у Харрисона Форда вот это какая-то статус суперзвезды появился, потому что говорят, что все-таки он до 80-го года, вот пока он не надел эту шляпу Индианы Джонса, он все-таки снимался, ну, в достаточно проходных картинах, то есть все равно его не воспринимали как звезду-звезду, вот, а еще интересные факты, что буквально перед смертью Кэрри Фишер призналась, что у них с Харрисоном Фордом был роман на съемках, и что вообще это произошло, что он, когда он ее увел в совершенно пьяную с вечеринки, и быстренько все посчитали, ну, из мемуаров Кэрри Фишер, что ей тогда было вообще-то 19 лет, ему 33, и в то время он был женат и воспитывал двоих детей, то есть это вряд ли, ну, Харрисон Форд особенно хотел бы, чтобы этот факт придавали огласке и затем обсуждали, вот, а еще была интересная история о том, как они всю ночь тусили с Роллинг Стоунс, а на утро поехали еще пьяные совершенно в Дребадан сниматься в Звездных войнах, ну, это вторая серия, империя наносит ответный удар, и якобы Фишер утверждал, если вы присмотритесь к сцене, где принцесса Лея и Хансона Соло прибывают в облачный город, мы там просто обдолбаны в усмерть, мы просто стоим и улыбаемся, то есть вот как тупо улыбаемся, потому что мы оба в Дребадан пьяные и просто плохо соображаем, что происходит. Золотая эпоха Голливуда, что-то. Да, да, да. И еще я хочу о связи с Латвией небольшой, значит, ведь в фильме «Свидетель» он, это картина, которую, ну, действительно гордится, вот Харрисон Форд за нее получил единственную, по-моему, номинацию на премию «Оскар», он сыграл там полицейского детектива, который защищает мальчика как свидетеля, и они приезжают в общину Эмише, ну, вот, еврейской семьи, ну, евреев очень религиозных, и просто там в этом фильме сыграл Александр Годунов, который долгие годы жил, вот я не помню, он в Латвии не родился, но он в детстве приехал в Латвию, и долгое время он выступал в нашем театре оперы и балета, после чего переехал уже в Москву, и затем из Москвы, когда он был на гастролях, он сбежал на запад и стал актером, то есть, ну, вот, можно сказать, наш рижский вот герой снимался с Харрисоном Фордом в этом достаточно знаменитом фильме. Хочется добавить, что в данный момент Форд как раз снимается сейчас в какой уже пятой части Индиана Джонса. Очевидно, что хитом она не станет, но, наверное, как-то надо закрыть этот гештальт, возможно, они там хотят как-то все это завершить, пора, наверное, все-таки уже повесить на крючок шляпу их с холостом, но посмотрим, фанаты, наверное, будут рады, если это будет хорошая история, потому что четвертый фильм в принципе мне, например, понравился, но, в общем-то, без восторга был воспринят, так скажем, но будем надеяться, что с пятым может быть что-то получше, поглядим. Ну, во всяком случае, желаем Харрисону Форду успехов, и он в третий раз женат, он живет вдали от Голливуда, говорят, что он очень не любит звездные тусовки, у него собственное ранчо, может себе позволить, он говорит, что самое красивое, что я видел в жизни, это лоси, которые утром проходят мимо моего дома. Ну, красиво сказано, я думаю, что, в общем, дай бог ему еще здоровья, успехов и возможностей сыграть какие-то свои любимые роли в свое удовольствие. Это была программа Cinema, Олег Пек, Владимир Веселов, всего доброго. Да, всем пока. Радио Болтком.